Ну что ж, мы продолжаем. У нас в гостях следующий гость, талантливый, исполнительный, замечательный молодой человек Юрий Гордиенко. Юра, привет! Недавно скачал твою песню, послушал, очень понравилось. Расскажи, пожалуйста, что тебя вдохновило на создание этой композиции? Спасибо, Миша, очень приятно. Наверное, это связано с тем, что в последнее время я сменил место жительства, и атмосфера для меня, внутренний микроклимат был немного другим. Погода не такая солнечная, как у нас, всё совсем всё другое. И я долго не мог писать песни, скорее всего, вот так, наверное, потому что... Но это не связано с отсутствием ручки, там, это... Безусловно, да, конечно. Было очень тяжело, потому что я всегда писал песни на украинском языке. Потому что, наверное, даже не знаю, почему, как это объяснить. Наверное, вот, потому что я чувствую себя украинцем, независимо, где я живу сейчас. И вот как-то так срослось, что я хотел себя проявить там, и хотел попробовать для себя что-то новое. И так получилось, что я написал песню первый раз на русском языке. Хорошая она или плохая, наверное... Как по мне, получилось здорово. Я, по идее, должен сказать, что плохая, тогда ты так посмотрел с вызовом на меня, знаешь. Ну, меня понравилось. Хотелось бы спросить, вот ты переехал в культурную столицу, как тебе из одной культурной столицы переехать в другую культурную столицу? Ты знаешь, Миш, мне лично нравится. Единственное, что меня смущает, это климат, потому что я привык всегда видеть солнышко, всегда видеть... Ходить всегда в каких-то легких курточках. Там ситуация немного другая. Там солнце бывает очень редко, скорее всего, один раз в месяц. И то там на пару часов ты немного защурил глаза и снова... И снова ярко... И снова ярко смотришь. Как сказал когда-то, баста, там даже солнце ловить... О, нет, там даже солнце не видно, да? Скорее всего, да. Вообще, сейчас музыка стала большую часть твоей жизни занимать, меньше... Вот с последнего раза, как ты был у нас здесь, что изменилось? Твое отношение к музыке, к творчеству больше-меньше, ты видишь уже какую-то конечную цель или все еще в поисках? Хороший вопрос. Наверное, ничего не изменилось. Я как любил музыку, как писал песни, так и продолжаю это делать. Амбиции сейчас на ближайший год. Это записать альбом свой первый. Вот он будет называться, собственно, Юрий Гордиенко. Еще название не придумал, как конкретный альбом. Да, кстати, мне нравится. Скорее, да. Слушай, а как придумывал название? Это вообще... В чем вдохновлялся? Я очень аккуратно отношусь к языку песен. Потому что я много мониторил, знаете, рынок вот там. И мне так намекнули, что песни на украинском языке, как правило, они не выстрелят. Какие бы они хорошие не были, возможно, там, да, они кому-то им понравятся. Как говорится, могут выстрелить в того, кто поет, да? Скорее всего, это точно, да. Питер, он такой, как бы, да. Но я все-таки попробую, наверное, хотя бы две-три песни я хочу сделать на украинском языке. Но основной материал, скорее всего, будет на русском. Хотелось бы, наверное, хотелось бы все равно называться украинским музыкантом, независимо от места жительства. И я никогда этого не скрываю нигде, никому. Всем я всегда говорю, откуда я. Правда, многие спрашивают, Николаев, а где это, да? Я говорю, это на Украине. Ты сейчас работаешь также над клипом? Да, сейчас активно идет работа над съемками видео. Она будет тоже проводиться в Петербурге. Не буду пока раскрывать сценарий, но я думаю, будет интересно. На что будете снимать? Ну, то есть, на, как бы, там флеш-память, будет кассета, это... Хороший вопрос. Будет стандартно, наверное, все как нужно. Я не очень разбираюсь в аппаратуре, но вот должно быть все хорошо. Слушай, ну вот тогда затронем сразу такую тему. Ты находишься в другой стране. Как тебя там встретили? Ну, то есть, потому что мы так ведем вдоль до около, весьма аккуратный разговор. Но тем не менее, если все-таки открыть тему, как тебе, то есть, зная отношения... Я понимаю тебя, да. Каково тебе жить там? Каково отношение людей? Изменилось ли отношение людей? Это отличный вопрос. Как все начиналось? Я выхожу на вокзале. У меня ни одного телефона в мобильном, ни одного человека, к которому я могу просто позвонить, да, встретиться. Первое время было очень тяжело, потому что, тем более, я уехал летом. Как-то все горело, все очень круто. Приезжаю туда, там все мрачно, в основном дожди постоянно. Встретили, наверное, я понимаю, о чем ты хочешь спросить меня, о каком-то отношении, да, к украинцам, как таковым. Скорее всего, скорее всего, люди, простые люди, да, относятся, наверное, ко мне так же, как и к россиянам. То есть, конечно, есть своеобразные шуточки, на которые я сперва очень резко реагировал, да. Сало предлагали. Скорее всего, да, там, как они, горилку привезешь или нет. Это очень часто было. А, привез нам, собственно, водки оттуда. Она там не очень... Где все, где медведь, где балалайка вообще, да. Вот, и скорее всего, я так скажу, что люди везде одинаковые, независимо от паспорта. И я на себе ни разу не ощутил какую-то дискриминацию. Можешь ли ты себя назвать, скажем так, музыкальным послом мира? Скорее нет. Скорее нет. Я... Мне, на самом деле, очень неприятно все, что происходит между нашими странами. И я очень надеюсь, что скоро это все закончится и все будет по-старому. Ну, я думаю, что с выходом альбома все, я думаю... Где, да, будут и русские, и украинские песни. И все просто осознают, что это все лишнее. Конечно. И будут просто слушать твои песни и мириться. Я тоже очень этого хочу. Вот отличное название. Слушай Юру Гордиенко и... И мирись. Да, и мизинец. Собственно, изображен. Да, вот, кстати, мы тут как бы, между прочим, креативная группа еще. Продюсерский центр, мистер Албом называется. И доктор Рябаконь. Это как доктор Дра, только доктор Рябаконь. Да, доктор Рябаконь. Какие, может быть, у тебя, вот ты сказал, что на год у тебя амбиции есть. А что ты видишь своей какой-то конечной целью, как музыкант? Какой след ты хотел бы оставить вообще в мире музыки, когда тебе будет... Не знаю, тридцать четыре. Тридцать четыре. Ой, сложно заглядывать в тридцать четыре. Но на ближайшее время, вот, самая главная для меня цель, это то, чтобы люди слушали мои песни. Пока тяжело говорить о какой-то коммерции. То есть, ну, и, наверное, было бы странно, да? Да, да нет. Ну, как бы, вот, всех музыкантов, всех людей объединяет одно важное свойство. Все хотят, как бы, есть. Как бы, есть, да. Мало того, художники, телеведущие, операторы, тоже все хотят есть, на самом деле. Самая главная для меня награда, это когда я вижу какие-то репосты, знаешь, в контакте с моими песнями. Смотри, вот есть такая штука, как в поэзии, так и в музыке, что, когда смотрят на какое-то музыкальное произведение уже с вершины пирамиды, да, какое-то время прошло, то там люди ищут различные смыслы, вторые, третьи. Правда ли, что они закладываются в момент написания? Или это уже потом какие-то домыслы, какие придумывают себе музыкальные аналитики, вот, или они есть в самом начале, эти двойные, тройные стандарты? Ну вот, ты знаешь, мне очень интересно писать слова с каким-то двойным дном, чтобы каждый находил свой смысл в этом, да, и, а как специально это ли делает кто-то или нет, я, я даже, честно, не знаю, ну, я пишу всегда песни, вот, искренне, что я чувствую, но мне иногда хочется, вот, выразить свою мысль как-то интересную. Двуяка, да, чтобы каждый мог для себя что-то подчеркнуть. Это такая, когда слушаю твою песню, я сижу, представляю грустного Юру, который сидит что-то вспоминает. Это, скорее всего, так и было, Миша, да. А, значит, я, значит, правильно понял и... Ты знаешь, она, эта песня, на удивление, такая вот очень спонтанная. Я очень быстро написал музыку и слова, и, кстати, песня, песня монтировалась, или как это правильно сказать? Сводилась. Сводилась, да, в Киеве. То есть запись происходила в Петербурге, а мои хорошие друзья из Киева мне помогли это всё привести на конечную стадию. Ну, я думаю, что мы достаточно услышали от Юры в тексте, и хотелось бы немножко музыки. Найти второе дно. Да, второе дно в музыке, поэтому, дорогие друзья, прямо сейчас мы предоставим вам такую возможность услышать Юрия Гордиенко. Юрия Гордиенко Ни начало тут, увы, ни конца, а может, как-нибудь я без тебя. Я знаю, ты одна, а у меня сна. Я знаю, ты одна, а у меня. Было или не была, всё игра, снова карты говорят, ничья, знаешь, я заблудился, заигрался в тебе. Уходи, твои ключи на дне. Я знаю, ты одна, а у меня сна. Ну, что ж, дорогие друзья, это был Юрий Гордиенко, а всё вместе это в городе 512. Весна, в общем, кайф. Друзья, мне добавить нечего, увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.